Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий Кузнецов. Сегодня суббота, академический формат и очень интересный ролик по вашим многочисленным просьбам, как говорили в советское время. Так вот, сегодня мы поговорим о судебном приказе и об ИНН, об исполнительной надписи нотариуса. Знаете, как звучали ваши вопросы в формате этих двух документов? Что опаснее для должника? Окей, так и будем сегодня рассуждать. Так что же опаснее для должника? Судебный приказ или исполнительная надпись нотариуса? Судебный приказ, выданный мировым судьей взыскателю, как и исполнительная надпись, совершенная нотариусом для взыскателя о взыскании суммы долга с должника, являются исполнительными документами согласно статье 12 Федерального закона номер 229 об исполнительном производстве. На основании этих документов судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя возбудить в отношении должника исполнительное производство. Друзья, давайте рассмотрим вопросы о различиях между судебным приказом и исполнительной надписью нотариуса. Об их, если можно так выразиться, плюсах и минусах для должников и взыскателей. По кредитным договорам, конечно. Туда же входят договоры займа, при условии, если они удостоверены нотариусом. Итак, судебный приказ. Все вопросы, связанные с выдачей взыскателя судебного приказа мировым судьей, а также с его отменой и с предъявлением для исполнения в подразделениях ФССР, регулируются подробно Гражданско-процессуальным кодексом РФ. Кратко, ГПК РФ слышали все, наверное. А также Федеральным законом номер 229 об исполнительном производстве. Очень часто судебные приказы получают коллекторы, выкупая проблемные долги заемщиков у банков и МФО. Мне просто для удобства лучше говорить слово «выкупают». Но все мы понимаем, я об этом уже как раз таки в плейлисте делал обзоры и закрепил в плейлисте этот материал по поводу выкупа. Так выкупают ли коллекторы? Но все-таки давайте остановимся формально на этом термине. Так вот, выкупая проблемные долги заемщиков у банков и у МФО. Выкупают, коль мы условились этот термин применять, в том числе с просроченными сроками полностью или частично. А потом их предъявляют для исполнения в подразделениях ФССР России. Да, конечно, многие уже знают, что любой судебный приказ можно отменить с учетом положений определенных статей Гражданского процессуального кодекса. Ну, не знают, наверное, только те, кто недавно оказались на нашем канале. Поэтому, если не подписались, обязательно подпишитесь. Потому что на нашем канале, а именно в плейлисте «Что делать, если» очень много полезной информации. Как я люблю говорить, за эту информацию можно брать деньги отдельно. Но она для всех зрителей и подписчиков нашего канала совершенно бесплатно выложена. И плейлист «Что делать, если» каждую субботу пополняется. Помимо плейлиста «Что делать, если» есть еще много чего интересного. Чего только стоит плейлист видео с коллекторами. Ну, или лучшее. По умолчанию посмотрите. Ну, вернемся к делу. Не всегда бывает выгодно должникам отменять судебный приказ. Так как в случае его отмены мировым судьей на основании письменного возражения должника, взыскатель вправе предъявить иск в суд. Решением суда по иску взыскателя с должника может быть взыскана еще большая сумма долга. Так как с него суд взыщет 100% государственной пошлины. Ну, и другие возможные расходы. Расходы эти может заявить истец. Ну, знаете, как говорится, не так страшен черт, как его молюют. Многие из вас сейчас, слушая меня, узнали призывы звонарей, которые говорят в буквальном смысле то же самое, что я сейчас вам сказал. Да, могут быть взысканы. А может такого и не случится. И, в общем-то, на практике это в большинстве случаев происходит. По моему опыту, по опыту компании Алиамы и юристов, работающих у нас, в процентах 80 случаев дополнительных расходов не взыскивается. И об этом я тоже отдельно рассказывал. Ну, а по остальным признакам судебный приказ, в общем-то, не отличается от исполнительного листа, выданного судом или мировым судьей. На основании решения суда или решения мирового судей. Поэтому в статье 12 закона о исполнительном производстве судебный приказ, исполнительный лист и исполнительную надпись нотариуса называют исполнительным документом. Если на основании судебного приказа судебным приставом исполнителям было возбуждено исполнительное производство, то должник вправе воспользоваться положением статьи 37 закона об исполнительном производстве и статьями 204-203 Гражданско-процессуального кодекса РФ, чтобы получить отсрочку или рассрочку исполнения судебного приказа. Ну, также изменение способа и порядка его исполнения. Дальше. Исполнительная надпись нотариуса. ИНН. Так вот, ИНН тоже является исполнительным документом, согласно статье 12 закона об исполнительном производстве. Все вопросы, связанные с совершением нотариуса, исполнительные надписи с ее обжалованием и предъявлением для исполнения в подразделения ФССП России, подробно регулируются основами законодательства нашей с вами страны. Ну, это называется «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», также Гражданско-процессуальным кодексом РФ и Законом об исполнительном производстве. Так, согласно статье 90, основ о нотариате документами, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, являются нотариально удостоверенные сделки, устанавливающие денежные обязательства или обязательства по передаче имущества, кредитные договоры, за исключением договоров кредитором, по которым выступает микрофинансовая организация, при наличии в указанных договорах или дополнительных соглашениях, условия о возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса. Вот здесь внимание! Это говорит о том, что, например, банк имел право взыскивать задолженность по кредитному договору с заемщика на основании исполнительной надписи нотариуса, так вот для этого в кредитном договоре или в дополнительном соглашении к нему нужно для этого конкретное согласие заемщика кредита. Кроме того, в статье 91 основ о нотариате указаны условия для совершения исполнительной надписи нотариуса, согласно которым исполнительная надпись совершается, если предъявленные документы подтверждают бесспорность требований взыскателя к должнику. Второе. Со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, прошло не более чем два года. На основании исполнительной надписи нотариуса банк может взыскать задолженность по кредитному договору, проценты и тариф за совершение исполнительной надписи, но не вправе взыскать неустойку. Обжаловать нотариальную надпись нотариуса о взыскании, ну, например, по кредитному договору, задолженности с процентами возможно в судебном порядке на основании ст. 33 и 49, основ о нотариате и на основании ст. 310 ГПК РФ в течение 10 дней со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном действии. Но положительного результата добиться этим обжалованием не так-то просто, особенно если нет опыта. Можно ли получить отсрочку или рассрочку по выплате долга на основании исполнительной надписи нотариуса? Согласно ч. 1 ст. 37 Закона об исполнительном производстве, взыскатель, должник, судебный пристав, исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об изменении способа и порядка его исполнения в суд. Другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ. В ст. 204 ГПК РФ указано, что при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель, должник, судебный пристав, исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело или перед судом по месту исполнения судебного постановления, вопрос об отсрочке или рассрочке исполнения, об изменении способа и порядке исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм. Такие заявления сторон и представления судебного пристава исполнителя рассматриваются в порядке, предусмотренным статьями 203 и 208 Настоящего Кодекса. Статьей 203 ГПК РФ предусмотрено, что суд, рассмотревший дело по заявлениям лиц, участвующих в деле судебного пристава исполнителя, исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств, праве отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения. Таким образом, исходя из положения статьи 204 ГПК РФ, не исключена, друзья, возможность обращения должника по исполнительному производству, возбужденному судебным приставом исполнителем на основании исполнительной надписи нотариуса в суд с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочке исполнения выплаты долга на основании исполнительной надписи нотариуса. В общем-то, скажем так, больше-то и сказать нечего. Вы еще раз переслушайте, потому что много специализированных фраз, терминов и ссылок на статьи и законы, но, на мой взгляд, я постарался сделать все максимально доходчиво, минимизировал юридические термины и попытался вам донести сегодня это по максимуму на простом человеческом языке, как я люблю это делать. Так или иначе, здесь не обойтись без академического формата. Ну что ж, на то нам и мозги, чтобы во всем разбираться. Тренировка мозгов так же полезна, как и тренировка мышц и органов дыхания. Поэтому, друзья, не ленитесь, вникайте. Именно от вашей активности зависит ваше комфортное существование. Где-то не смогли разобраться, не беда. Оставляйте заявочку на бесплатную консультацию, наш специалист с вами свяжется, где бы вы ни находились. Я имею в виду на территории нашей страны и обо всем поговорите. Консультации, хочу заметить, бесплатные, ну и не лимитированные по времени. Ссылочка на консультацию, на форму для оставления заявки в описании этого, любого другого ролика. Также вот QR-код для удобства. Пожалуйста, Максим выводит рядом со мной. Наведите смартфон, камеру смартфона и переходите на форму. На сегодня все. С вами был Дмитрий Кузнецов. И уже в следующую субботу мы в этом формате опять с вами увидимся. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok